Я сердечно приветствую вас, дорогие братья и сестры. И в знак сегодняшнего праздника, вообще у христиан как-то сложилось такое понятие, есть великие праздники, это Рождество, Пасха, Тройца, и более малые праздники. Вот к чему относится крещение Господне. Как на небе это Господь рассмотрит, мы не знаем, но мы сегодня отмечаем это событие. Я читаю место Священного Писания, Евангелие от Матфея, 3 глава с 1 стиха. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он Тот, о Котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, по рождение Ехиднины кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и крестившись, Иисус в тот час вышел из воды, и все отверзлись ему, «Небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и сеглаз небес глаголющий, сей ес сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Братья и сестры, я прочитал всю главу. Вообще, тут каждый стих имеет какое-то значение, и можно, знаете, целую тему говорить. Настолько потрясающее здесь событие, настолько оно волнует и говорит что-то для нас. Поэтому я хочу обратить такие отдельные моменты. Обратите внимание, Иисус Христос пришел на эту землю выполнить волю Отца Небесного, спасти человека. Обратите внимание, он не пошел в храм, он не пошел к первосвященнику, он не пошел к ним, он пошел в пустыню. Куда? К Иоанну. Кто такой Иоанн? Вот, братья и сестры, в Библии написано, в Евангелии, что когда, спустя время, когда Иоанн совершал свою миссию, призыв к покаянию людей, что характерно, тут написано, Иудея, вся Иорданская долина, ну, Палестина, она пришла в движение, и люди толпами выходили, чтобы креститься в Иордане, братья и мои сестры, и вот фарисеи, вот эти начальники, их называют религиозные лидеры, люди как будто должны направлять народ, они оказались как бы постыженными, люди идут, и они, не зная, что делать, говорят, ну как это, мы останемся без народа, и они пошли тоже туда креститься, обратите внимание, Иоанн их останавливает, вы не думайте, что ваш отец Авраам, вы не спасетесь Авраамом, в другом месте написано, вот они смотрели на действия Иоанна, терпели, размышляли, думали, советовались, а потом посылают к нему делегацию, и вот они приходят на Иордан, представители священства, и говорят, вот нас послали к тебе спросить, кто ты? Христос? Нет. Пророк? Нет. Илья? Нет. Кто же ты? Я глаз вопиющий в пустыне, приготовьте путь к Господу. Вот, братья и сестры, есть такое выражение, как будто топором отрублено, конкретно, ясно, понятно. Им это непонятно. Что же ты крестишь? Если ты не Христос, если ты не Илья, зачем ты это делаешь? Братья и сестры, они не приняли служение Иоанна. Если вы помните, уже тогда Христос, подходя к концу своего служения, и когда однажды Он был в храме, Его обступили снова священники, руководство, они стали домогаться, какой властью ты делаешь это? И Он тогда сказал, я спрошу у вас один вопрос. Если вы ответите, и я отвечу. Крещение Иоанна с небес было или от человеков? Это, братья и сестры, был такой очень серьезный вопрос. Народ весь принял Иоанна за пророка от Бога, поэтому толпы выходили и принимали крещение. Но религиозная элита, руководство не приняли его. И они размышляли, что ж нам ответить? Если скажем не от Бога, побьют камнями, народ быстро разберется. А если сказать от Бога, он скажет, что ж вы не приняли? И они тогда сказали, не знаем. Они уклонились от ответа. Вот, братья и сестры, я хочу показать на это событие, чтобы мы поняли, что это, ну, вот такое эпохальное событие. Вот я когда наблюдаю, или читаю, вот Библию, мы с вами читаем, вот обратите внимание, Господь создал человека, написано, люди начали распространяться по земле. Земля стала наполняться человеками. И потом люди настолько отошли от заповедей Господних, и Господь посмотрел и сказал, всякая плоть развратила путь свой и положил предел. Потом. Почему это Господь делает? Прошло немножко времени, братья и сестры, Господь начал работать с одним человеком, Авраамом, потом с его наследием, потом с народом Израиля, Он избрал один народ, чтобы хотя этот народ, ну, привести в сознание, как будто служили. Помните, в 24 главе книги Иисуса Навина, когда Иисус Навин, уже они завоевали землю, когда они уже успокоились, они получили готовые города, готовые сады, со многим богатством они устроились на земле обетованной, и когда Иисус Навин состоялся, Он говорит, вот, я подхожу к концу дней моей жизни, скажите, кому вы будете служить, богам ли за рекою, или богам отцов наших в Месопотамии, решайте сегодня. И потом Он сказал, а я и дом мой будем служить Господу. Вы, братья и сестры, если вы помните, что они ответили, они, ну, знаете, так громко зашумели, не будет того, чтобы мы служили другим богам, мы будем служить Господу. Красиво, шумно. Друзья мои дорогие, но спустя время Израиль настолько отошел от Бога, Господь снова полагает какой-то предел этому. Ассирийский плен, потом Вавилонский плен, сперва Израильское царство, потом Иудейское царство, потом пришел Греческий плен, это Маковии, а потом на две тысячи лет Господь рассеял этот народ. В чем дело? Почему? Я хочу обратить внимание, братья и сестры, что мы обратили с вами такой взор, кто такой Иоанн? Зачем он пришел? Когда мы читаем четвертую главу книги пророка Малахии, пятый стих, Господь говорит, он сначала тоже говорит об Израиле, и говорит, «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня, слушайте, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, слушайте, придя, не поразил земли проклятием». Вот, братья и сестры, я делаю ударение на эти два момента, что день Господень, этот день прихода Господа Иисуса великий и страшный. Второе, чтобы я, Господь говорит, не поразил земли проклятием. Вот я рассматриваю, братья и сестры, события жизни людей на земле, я вот говорю о той эпохе, Господь взирает на нашу планету, Он дает дождь для праведных и неправедных. Люди живут, а потом уклоняются от Бога. Вот, братья и сестры, когда споришь на Израиль, вот они 40 лет идут в пустыне, я так вот дома рассуждал, 40 лет, братья и сестры, а где они работали? Где они деньги заработали? Сегодня наши вот здесь братья молодые, которые у меня тоже сыновья порой звонят, папа, молись, работы нет. Мне это, может, непонятно, я уже не рабочий человек, но я понимаю, как важно для молодых людей, когда нет работы. Евреи 40 лет не работали, братья и сестры, их было не 15 человек, не тысячу, их было около 3 миллионов, они шли по пустыне, там не было садов, там не было полей, 3 миллиона 40 лет надо кормить, поить. Вы вдумайтесь в эти цифры, мы как-то привыкли и так, ну что, ну кушали. 40 лет Господь кормил их. И вот они подошли к Синаю, Господь дает им заповеди. Моисей ушел 40 лет на горе, не прошло 40 дней, извините, не прошло 40 дней, Господь говорит, возвращайся скорее, развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Господь, как они успели развратиться? 40 лет питал их Господь, показывал чудеса, знамения, а здесь они развратились. Они сделали себе литого тельца и стали поклоняться. Братья и сестры, вот Господь, смотря на это, вот где-то есть, друзья, граница, граница, которую перейти Господь не может. Кажется, у Петра есть такое выражение, он показывает, вот, говорит о церкви, показывает таких негодных людей, уже пророков, показывает, как они действуют, потом написано, это сыны проклятия. Ух ты, страшно как! Что такое сыны проклятия? Они потеряли возможность спасения. Для них кончено. Для них начинаются суды Господни. Так вот, братья и сестры, или я пошлю Илью пророка, который символизирует Иоанна Крестителя, Он пришел, я пошлю Его, чтобы я не поразил земли проклятия, чтобы я не повторил, может быть, ассирийский или вавилонский плен. Господь смотрит, и я хочу обратить внимание, День Господень, он называется Великий и Страшный. Ну, День Господень, комментаторы, они очень много говорят, что такое День Господень. Одни говорят, это Господь, когда придет в последний раз судить землю, вот это День Господень. Другие говорят, когда Он начнет брать церковь, третий, вот здесь мы видим, День Господень начинается, когда Христос пришел на эту землю. Этот День Великий, но на этот день закончится страшным состоянием, когда каждый человек будет пожинать. Тут написано, что он будет, Иоанн говорит, я вас крещу в воде, в покаянии. Я вас призываю, чтобы вы остановились, опомнились, выровняйте свои кривизны и неровные. Пути сделайте прямыми. Я вас к этому. И братья и сестры, написано, они исповедовали, люди это приняли. Это было великое покаяние. Поэтому, братья и сестры, Христос однажды сказал, из рожденных женами, не восставало большего пророка, Иоанна Крестителя. Не восставало. И об Иоанне Крестителе написано, что он был исполнен Духа Святого о чревом Матери Своей. Мы не можем это объяснить. Вот они сидят, дети. Шумят, кричат, шалят, не слушают, балуются. Ну, дети, мы как-то так, но же дети, ладно. Когда уже подросток, мы говорим, нельзя так вести. А когда дети, мы снисходим к ним. Так вот, Иоанн Креститель был исполнен. Я это не понимаю. Я не понимаю. Братья и сестры, Господь особо готовил этот сосуд для того, чтобы Он приготовил поколение, живущее тогда, чтобы Господь, придя, не отвернулся от людей, чтобы они не дошли до той границы, после которой они будут сыны проклятия. И мы видим, они исповедовали, братья и сестры. Это первое, что мы должны обращать внимание. Мы сегодня живем последние времена. Не забывайте, Христос сказал, как было во дни Ноя, как было во дни Лота, так будет в пришествии Сына Человеческого. Вот когда тогда настала граница, и Господь раскаялся, что сотворил человека тогда перед потопом. Братья и сестры, сегодня человечество подходит к этой границе, границе, когда Господь не может больше терпеть беззаконие человека. Не может. Я сегодня хочу обратить внимание, чтобы мы поняли, поняли, в какое время мы с вами живем. Мы как-то об этом не думаем, мы так смотрим, да ладно, доживут все, и мы живем. Но время подойдет, когда Господь закроет двери, и мы окажется не готовы. Хочу обратить внимание, братья и сестры, вот когда Иоанн все это объявил, разъяснил, когда люди стали каяться, и вдруг появляется некто. В Третьяковской галерее есть знаменитая картина явления Христа народу Иванова. Я несколько раз был в этой галерее. Больше времени я проводил у этой картины. Это длинный зал, это самая большая картина Третьяковской галереи, а занимает целую стену. И в отдалении стоит несколько рядов стульев. Я долго наблюдал, это сидят те, которые не просто посмотрел, там туристические делегации одна за одной. Они раз посмотрели, дальше это картина, гид объясняет, это вот это. А те, которые садятся на эти стулья, братья и сестры, они не смотрят на эту картину, они созерцают. Они часами сидят на этих стульях, и не сидят, вот я смотрел на них, вот примерно как хор, вот так я смотрю сбоку, они сидят вот, вот знаете, у кого-то за дуб, кто-то слезу вытирает. Явление Христа народу. Братья и сестры, это особо, день великий настал. Пришел толп, во власти которого жизнь моя, меня грешника, который погиб, который недостоин, идет в великий день. Обратите внимание, когда он подошел к Иоанну, ну, они были дальние или близкие родственники, они, возможно, хотя Иоанн написано, обратите внимание, он был сыном священника, Захарии, но почему-то он воспитывался в пустынях до дня явления своего народу. В чем причина? Историки говорят, что он воспитывался у Иссеев. Это такие люди, которые были разочарованы религиозной жизнью иудеев, они худели, уходили в пустыни, там делали свои такие общины, и там жили, как они считали, праведной жизнью. И считается, что он там воспитывался в пустыне. Вот тут написано, братья и сестры, за его одежду и что он кушал. Акриды и дикий мед. Акриды это саранча сушеная. Вот сейчас мы придем домой и нам саранчу положат на стол. У нас сразу тошнота будет. Мы побежим к раковине, потому что мы не вытерпим этого. А одет он был, вот братья и сестры, особенно сестры, сколько вы сегодня крутились возле зеркала. А он был одеждой из верблюжьего так закручил. Идет. Я смотрю, вот если бы Илья и Иоанн Креститель сегодня вдруг зашли сюда, там наши дежурные сказали, знаете, сядьте туда подальше. Ну, вы такие вот некрасивые. У меня на телефоне перебросили такое стихотворение небольшое. Перед Рождеством сидит семья, папа, мама и сынок. И они говорят, вот что бы мы сегодня подарили Иисусу? Папа говорит, я бы, наверное, омыл ему ноги. Он так много ходит, я бы омыл ему ноги. А мама говорит, я бы ему постелила чистую постель, чтобы отдохнуть. А потом мальчик, а ты что? Он так лопает глазенками. А нет, что ты? А у него был плюшевый конь, лошадка. Он думал, думал, это самое лучшее. Он говорит, я бы ему лошадку подарил. Они все засмеялись, похлопали его, и тут стук в дверь. Братья и сестры, Господь порой так и поступает. Вдруг открывается дверь и стоит оборванный со зловонным запахом бомж. Стоит, они все затаили. Он говорит, можно в вашем сарае переночевать мне сегодня? Этот бомж просит. А жена сразу ни в коем случае мы чужих людей не принимаем. Отец тоже что-то сказал. Этот человек собирался уходить, бомж, а мальчик говорит, дядя, подождите, я Иисусу лошадку обещал, я вам ее отдаю. И там немая картина. Папа с мамой не могут взглянуть ребенку в глаза, не могут посмотреть друг на друга. Братья и сестры, этот пример говорит о том, Иоанн Креститель с виду, по внешности, он был ни в таких костюмах, ни с галстуках, знаете, но в нем был действие Духа Святого. И вот когда к нему подошел Иисус, братья и сестры, я лично понимаю, Иоанну было открыто. Как Господь открывал, я не знаю, потому что в послании к евреям в первой главе говорит Бог многократно, многообразно говоривший отцам пророка. Как Господь говорит различными образами. И как-то Иоанну было сказано, вот тот, который придет, вот в Евангелии от Иоанна, там в первой главе, там Иоанн говорит, я не знал его, но кто послал меня крестить, то есть Отец Небесный сказал, на кого увидишь Духа Сходящего, тот есть крестящий Духом Святым. Иоанн это понял. И вот когда в квартире Иванова там издали толпа, Иоанн так говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Братья и сестры, это момент такой, и Христос подходит креститься. Братья и сестры, обратите внимание, крещение Иоанна было крещение покаяния. Покаяние. То есть каждый, который хочет принять крещение от Иоанна, должен покаяться, исповедовать свои грехи, там и написано, и приходили к Иордану, исповедуя грехи свои. это было обновление народа, это было приготовление людей к приходу Иисуса Христа. И тут Христос идет к Иоанну, подходит креститься. Ну, он стал заходить в воду, потому что это в воде было. И тогда он говорит, ты ли приходишь ко мне, я должен креститься от тебя. Иоанн хочет сказать, тебе ли нужно покаяние? Братья и сестры, обратите внимание на слова Иисуса, оставь. Теперь так нужно исполнить всякую правду. Для меня эти слова потрясающие. Правда. Он принят плод человека, Христос. Он уподобился, написано, в подобии греховной плоти, в подобии. И он должен был показать пример. Сын Божий, вечный, великий Бог, он пришел на берег Иордана, чтобы исповедовать грехи, братья и сестры. Не могу объяснить это, но Христос показал для нас этот путь, другого пути, для спасения нет. Я хочу обратить сегодня к нам, к сидящим, к тем, кто небрежно живет на этой земле, к тем, кто не готов заключить с Господом этот союз мира, кто еще медлит принять спасение. если Иисус Христос принял крещение, покаяние, Он дал нам всем пример, другого пути нет. Мне кажется, в притче где-то написано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Вот мы с вами часто идем этими путями, мы себя облагораживаем, мы очень хорошо одеты, мы питаемся, у нас хорошее жилище, у нас вот здесь, я вот смотрю, как мы сидим на этих богатых, и вспоминаю, когда я начал ходить на собрания, на горбулях без спинок мы сидели, да сидели так, что я молодой, мне плохо сердце. Дом такой небольшой, 500 человек, как селедки, я как вспоминаю это, братья и сестры. Так я вот сегодня слово Господне говорит нам, друзья дорогие, если Христос показал пример, как мы должны к этому отнестись. У каждого из нас есть братья и сестры, вот помните, Господь обращается к Ангелову, я не помню, какой церкви, какая-то Феатирской, говорит, там появилась такая-то пророчица, которая стала вводить в заблуждение народ, верующих, церковь, это в церкви было, и там есть такое место, я дал ей время покаяться. Братья и сестры, мы не думаем, друзья дорогие, что каждому из нас дано время покаяться. Время от этого до этого. И когда это время закончится, что будет с нами? Друзья мои дорогие, я хочу обратить внимание, что пример Господа Иисуса Христа, Он сегодня понуждает нас пересмотреть, пересмотреть многие пути. Я сегодня хочу немножко сказать о нашем крещении. Господь показал пример, вот что нужно делать. Вот, братья и сестры, почему священники не приняли крещение Иоанна, в Евангелии написано, но фарисеи и книжники отвергли волю Божию и не крестились. Отвергли. Мы это не принимаем. Ты, Иоанн, не от Бога. Ну, я своими словами добавляю. Отвергли. Когда мы не хотим идти путем спасения, друзья мои дорогие, мы отвергаем волю Божию, потому что написано, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вот, братья и сестры, два условия. Веровать и креститься в покаянии перед Богом спасен будет. Это путь сегодня для всех нас. Я хочу обратить внимание, некоторые ухватываются, там написано дальше, а кто не будет веровать, осужден, за крещение ничего не написано. Да, братья и сестры, бывают такие случаи, когда человек неверующий, я знаю таких много случаев, мне приходилось участвовать, когда приглашают к человеку, и он, находясь на одре болезни, в жгучих, может, скорбях, переживаниях, он начинает задуматься о вечности. И вот тогда приходишь, тебе надо покаянии, он вообще не знает ничего, и начинаешь ему рисовать, пришел Сын Божий, он умер за нас, мы все грешники, и чтобы я был спасен, мне нужно покаяться. И часто люди эти каются, я хочу сказать, многие очень искренне, братья и сестры, вот тут уже крещение, они не успевают принять. Я лично не знаю, что с ними будет, я знаю, что они спасены, войдут ли они в церковь или нет, это вопрос Господа, но они спасены. Поэтому, братья и сестры, сегодня задача сидящих здесь, юноши, девушки, молодежь, вы готовы к этому событию? Вы думали в том, что это есть воля Божия, это Бог установил для спасения, нет других путей, нет других путей, если вы откладываете, может быть, по своей неготовности, может быть, по своему плотскому образу жизни, это ваша проблема, эта проблема уже наша, мы не хотим становиться, становиться на путь обновления, мы хотим жить греховной жизнью, и там, может быть, как-то попасть в вечную жизнь, это не будет, этого не произойдет, друзья мои дорогие, что такое для нас сегодня крещение, для нас вот это время, первое, это воля Божия, я уже об этом сказал, ее игнорировать никто не имеет права, вот я сколько лет верующий, в 60-м году я принял крещение, я не знаю ни одного события, чтобы где-то в церкви приняли человека вне крещения, вне крещения, я не знаю такого человека, и братья часто объявляют, когда вечерю Господню совершают, кто покаялся и принял водное крещение, то есть это путь, первое, второе, крещение это погружение в смерть, это такое образное, братья и сестры, когда мы, я хочу ударение сделать, делаем это добровольно, в нашем братстве баптистском, я не знаю нигде, чтобы где-то недобровольно кто-то принимал крещение, это в православии, у католиков, ребенка принесли, там окунули, побрызгали на него, у него не спрашивают, ты хочешь или нет, он не разумеет, у нас много ведут к этому подготовку, так вот, братья и сестры, крещение это осознанное погружение моих плотских похотей, похоть плоти, это все вот эти грязные поступки, я хороню, я предаю смерти, это я добровольно делаю, братья и сестры, если я хочу принять крещение, может быть, многие и удерживаются от этого, мы не готовы предать смерти нашей похоти, мы с ними жились, они вошли в плоти кровь нашу, и третье, братья и сестры, крещение это обещание Богу служить доброй совести, вот, знаете, братья и сестры, вот это место для меня, оно аж как-то, знаете, что-то страшное, страшное, я даю обещание Богу служить доброй совестью, вот посмотрите, когда мы читаем книгу Екклезиаста, пятая глава, третий стих, сказано, когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что Он, Бог, не благоволит глупым, что обещал, исполни. Братья и сестры, когда мы принимаем крещение, мы этим даем, заключаем договор, даем обещание Богу, что я, становясь на этот путь, узкий, тернистый путь, обещаю жить согласно твоей воле, то есть я становлюсь такие в узкие рамки, не в свободу, уже мои пути не такие, широкие пути, узкий путь, и когда братья и сестры я нарушаю, Господь чрезмерно печалится. Вот представьте, братья и сестры, что отец и мать вырастили нас, представьте, вот тут много молодежи, они отдали все нам, воспитали, подняли, образование устроили, а мы потом подошли и плюнули им в глаза, не хочу видеть вас. Как это для родителей? Порой такие случаи бывают. В Тимкенте я знаю, мы совершали у бабушки вечерю, бабушка старенькая, у нее сын негодяй был, она пенсию получила, она уже не вставала, пенсию получит и под матрас себе, где лежит, спрячет, ну, чтобы он придет ее перекинет, выкинет, берем матрас, деньги взял и пошел, пропил вот, это что-то ужасное было, ее хотели братья забрать, предлагали, она говорит, не-не-нет, это мой сын, это мое наказание, значит, где-то я проглядела, я буду до конца. И помню, когда он умер, бабушка умерла, ну, братья все взяли на себя, сделали похороны, гроб, все, на кладбище, это было такое, ну, христианские похороны, и когда уже закопали, когда уже все, прощались, пресс-фитер говорит, ну, братья и сестры, обеда не будет, потому что некуда идти, незачем, а этот сынок не говорит, а как это без обеда, обед надо сделать, а кто-то сказал, ну, а что ж ты не сделал, вот, братья и сестры, вот нечто подобное, такие недобрые дети, вот так мы оказываемся пред Господом, когда даем обед и его не выполняем, когда мы небрежны, когда мы, есть такое выражение, когда мы грешим добровольно, когда уже ничто не сдерживает нас. Последнее, когда Христос принял крещение, Иоанн увидел, Дух Святой сошел на Него, в виде, телесно написано, в виде голубя. Не написано, что это голубь был. Мы рисуем везде в Библии, что это голубь, но там написано в виде голубя. Он опустился на Иисуса или, я так понимаю, растаял, исчез в нем. Это дает нам подобие, если мы заключаем обед с Господом, если мы даем обещание служить доброй совести, братья и сестры, Он дает нам помощь, Он дает нам Духа Святого. Почему все этапы падения рода человеческая оканчивались катастрофой, они не имели Духа Святого, и природа греховная побеждала. Вот почему был закон дан. Закон был стражем. Не убивай, не прелюбди, не кради. Это страж. Я порой так говорю, братья и сестры, представьте, что я не убиваю, не убиваю, но я могу брата обозвать негодяем. К примеру, Христос говорит, кто гневается напрасно, брата, есть человека, убийца, то есть Христос поднимает вот эти заповеди закона гораздо выше, и чтобы я мог исполнить, Он дает мне Духа Святого, ибо мы приняли не Духа боязни, но силы, любви, целомудрия, мы приняли. Поэтому у нас нет таких чрезмерных на полые браки, я дальше не хочу говорить, мы как-то от этого свободны, потому что Дух Божий ведет и вразумляет нас. Насколько мы должны быть чутки голосу Духа Святого. Христос, когда Дух Святой на Него зашел, и когда Он заканчивал свое служение, и когда Его окружили враги, и домогались к Нему, Он говорит, кто из вас обличит Меня в неправде? Тишина. Не нашлось. Вот, братья и сестры, это наш путь, пусть Господь благословит. Если мы приняли крещение, братья и сестры, подходит время, когда этот великий день прихода Господа, Он станет страшным для нашей планеты, Он будет написано крестить Духом Святым и огнем, огнем. Там написано, что пшеницу соберет, а солому сожгет, огнем не угодит. Это страшный день, и мы имеем эту надежду укрыться нашим Господи. Кто этого не имеет? Я просто хочу сказать, вы еще в опасном состоянии, вы еще не пришли в убежище. Раньше в церквях пели такой гимн, вот город убежище, там за стеной к нему поспешает беглец молодой, там бежит он усталый, и слышит он крики врагов за собой. Убежище близко, но близко враги, беги же несчастный скорее, беги. Нам это есть возможность, да поможет нам сегодня в этом Господь, и да благословит он нас. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Благословит Продолжение следует...